В Химкинском ресурсном центре упаковывают последние коробки. Депутаты совместно с волонтерами и жителями городского округа собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на передовую. Здесь все самое необходимое. Здесь газовые баллоны, одежда для ребят, для военных, газовые плиты, плюс детская школьная форма. 100 комплектов, 50 для мальчиков, 50 для девочек. А вот различные предметы одежды тоже для жителей присоединившихся территорий. Ну а вот от ресурсного центра что передаете? У нас детские книжки, у нас какао-сладости, также у нас канцелярия школьная, подушки, матрасы, постельное белье. И схема к машину с гуманитарным грузом стабильно отправляется раз в месяц. За время проведения специальной военной операции объем гуманитарной помощи уже перевалил за 300 тонн. Доброта, которая идет от сердца, искренняя доброта, она не может иссякнуть. Мы переживаем за тех людей, которые находятся сейчас там. Тех людей, которые попали в беду и которым необходима наша помощь. Поэтому мы искренне помогаем этим людям. И, конечно же, это не может просто так взять и иссякнуть. Мы помогали и будем помогать. Всегда. Это наши сестры, это наши братья, это те люди, которые нам поверили, те люди, которые ждут нашей помощи. Совместно с волонтерами гуманитарный груз лично доставит и депутат Артур Каримов. На последнем совете народных избранников он объявил, что подписывает контракт с батальоном Испаньола и уходит в зону СВО добровольцем. Я знаю очень много моих друзей, товарищей, коллег сейчас из других муниципалитетов, депутатских корпусов тоже отважно и мужественно несут службу в зоне проведения специальной военной операции. Очень много моих коллег, депутатов из Государственной Думы, моих друзей тоже сейчас служат Отечеству. Ну и, соответственно, я не могу в этой нелегкой ситуации оставаться в стороне. Почти три года регулярно возить туда гуманитарную помощь, я осознал, что я должен быть там. Два дня дороги и машину с гуманитарной помощью встречают уже в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Хочется выразить огромное спасибо вам, всей вашей большой команде дружной, лично вам, Артур Маратович, за то, что не боитесь, за то, что едете, за то, что с такой доброй миссией едете. Пока ценный груз Ясиноватая стартирует, в Химках уже приступают к сбору новой партии гуманитарной помощи. Здесь, например, у нас коробка, все, что может понадобиться в госпиталь. И уже когда приходит заявка на то, что нам нужно отправить в лечебное учреждение гуманитарную помощь бойцам, мы уже собираем из этих коробок. Тут есть перекись, влажные салфетки часто просят, сухие салфетки, бинты, ватные палочки. Работы у волонтеров в Химкинском ресурсном центре много. Каждый день неравнодушные жители приносят для бойцов и сограждан новых территорий все самое необходимое. Химчане уверены, такая помощь каждый день приближает победу. Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.